Высказанная городской властью негативная оценка действий одесских общественных активистов, посмевших провести субботник на территории городского сада, по странному стечению обстоятельств совпала с презентацией проекта того, каким видят будущее летнего театра в Одесской мэрии. И если раньше нас уверяли, что новый летний театр будет очень похож на Адзинтери в Юрмале, то теперь понятно, что и этого не произойдет. 4 марта на заседании рабочей группы по летнему театру был наконец представлен еще один проект, вернее, проект тот же, но после проведенных в нем изменений. Собственно, его визуализацию вы сейчас и можете наблюдать. Да, скудненько, да, скромненько. Да, кругом много-много именной трухановской плиточки. Кажется, даже еще больше, чем можно было представить в самых смелых ожиданиях. Ну и там вдалеке немножко кузых кустиков и парочка больших деревьев. Ах да, вишенка на торте, фонтанчик. Почему-то больше похоже, извините, конечно, на плевательницу. Куда же без него? Господа, это правда стоило таких трудов, таких нервов и, главное, поездки в Юрмалу? Я бы сказала, что это за лепуха просто-напросто. Они отказались от всего практически, от крыши. Они прилепили вот эту страшную сцену, которая вообще непонятно, что она им дает. Вот все это говорит о том, что им абсолютно все равно, им главное туда зайти и начать строительство. Для чего? Для того, чтобы вот эту вот территорию, ну, вот просто вот дать, как бы прибрать к рукам окончательно. Это может действительно устроить вот людей вот по принципу, ну, вот зато будет чистенько. Вот, ну, как бы вот действительно адвеситов, вот, которые любят этот город, которые вот любят там вот городской сад, ну, это шокирует, потому что мы уже видели, что у них получается вот с этим вот благоустройством, вот по Аркадии, там по Старостяной площади. Вот лучше, чтобы они вообще ничего не делали. И да, если такой летний театр появится в Одессе, у горожан и гостей города появится еще одно место в городе, куда можно приехать, зайти, посмотреть и плюнуть. Тем более, будет на что.